БАД для здоровья человека. Зачем нам нужны биологически активные добавки? Всех приветствую, дорогие друзья! Я Петрова Елена, сапфировый бизнес-лидер и по совместительству врач-нутрициолог, эксперт по биологически активным добавкам в корпорации Siberian Wellness. И сегодня мы будем говорить о роли биологически активных добавок. Казалось бы, тема уже заезженная, замытая, как говорится, но, тем не менее, я думаю, она будет сейчас актуальна. Я уверена, что вы сегодня для себя много интересных моментов, интересных фактов почерпнете. И поэтому все-таки эту тему мы еще раз с вами сегодня проработаем. Дорогие друзья, я вообще тот человек, который отношение к БАДам поменял просто на 180 градусов. То есть в свое время, когда я работала врачом в ортодоксальной медицине, ну то есть в классической медицине, да, в то время, когда я училась, у нас про БАДы вообще ничего не преподавали. Собственно говоря, в вузах сейчас тоже не особо много об этом преподают, потому что в основном же обсуждают лечебные процессы, а БАД не является лекарством априори юридически, да. Вот, и поэтому БАДы как-то в медицинских вузах обходят стороной. И, соответственно, большинство врачей, они относятся к биологически активным добавкам крайне негативно, потому что считают, что они неэффективны, не могут оказывать существенное влияние на уже пошатнувшееся здоровье человека. И, соответственно, вот такое к ним отношение. И я была такой же, я была точно такой же. У меня тоже было негативное отношение к биологически активным добавкам. Я не верила в них, я через губу, как говорится, на них смотрела. Вот, до того момента пока не встретилась с корпорацией Siberian Wellness. До этого у меня тоже был некоторый опыт общения с сетевыми компаниями и их взаимодействием с ними, но, тем не менее, я пребывала в негативе. Так вот, моя встреча, мне вообще очень крупно повезло, потому что моя первая встреча с сибирским здоровьем началась сразу с руководства компании. Вот, я побывала на большой презентации, где выступало руководство и где выступал профессор Удинцев Сергей Николаевич, разработчик нашего знаменитого адаптовита. Я думаю, что вы уже многие знаете эту мою историю. Я немножко вкратце ее повторю. Вы знаете, когда я услышала такое количество клинических исследований, клинических испытаний, о которых говорил Сергей Николаевич Удинцев относительно только одного продукта адаптовита, я поняла, что к БАДам у нас в России очень серьезные отношения и что смотреть на них через губу, как говорится, не стоит. Вот, я была очень, так сказать, позитивно настроена после встречи с Сергеем Николаевичем Удинцевым и начала сама активно эту тему копать, как говорится. Я в то время, когда была еще начинающим консультантом сибирского здоровья, переслушала все возможные лекции наших врачей, которые были только в рамках нашей компании. Все, что можно. Посетила все возможные медицинские конференции, которые организовывались в рамках нашей компании и конференции по продукту. Соответственно, у меня накопился большой багаж знаний, но это одно дело, другое дело практика. А на практике, вы знаете, вот после Удинцева я прямо начала активно наблюдать. Я думаю, ну а как? А я же тогда работала еще терапевтом. Я начала потихоньку, аккуратно, ну как бы по согласованию со своими пациентами на доверие. На доверие. Это главное, чтобы сначала было установлено доверие между тобой и пациентом, и только потом ты можешь уже открыть роды, что-то сказать про биологически активные добавки этому человеку. Так вот, на этом доверие мы шли на определенных биологически активных добавках, и я вдруг начала замечать какие-то потрясающие совершенно эффекты. Ну, надо сказать, что первый эффект я получила на себе после того, как прослушала лекцию по адаптовиту. Для меня было удивительно, потому что я в то время очень сильно была перегружена, недосыпы хронические, очень хроническая усталость, и я хотела поднять себе работоспособность, начала принимать адаптовит. Что я получила в итоге? В итоге я получила на 4 дня полный упадок сил и дикую сонливость. Для меня это было просто странно. Думаю, ну я же хотела повысить работоспособность, а получила эффект 100% наоборот. И только потом, где-то когда на пятый день у меня вдруг, неожиданно уже для меня, можно сказать, выросли крылья за спиной, и я повысила свой КПД буквально в два раза, я начала анализировать, почему так сработал адаптовит на меня. И оказалось, что люди, у которых истощена нервная система, истощены ресурсы, если начинают принимать адаптовит, он как умный адаптоген, что делает? Он заставляет нас отдыхать на ходу. Он в буквальном смысле вводит в нас состояние полусонное, и вот это полусонное состояние у меня длилось 4 дня. Я отдыхала на ходу. То есть мой организм отключался для того, чтобы восстановиться. И только на пятый день, когда мой организм восстановился, у меня включили все мои ресурсы, и КПД вырос. Так работают умные адаптогены. Как они говорят, не хочешь сам отдыхать, мы тебя заставим. Будешь отдыхать на ходу, но тебе нужно отдохнуть и восстановиться. Вот так работал адаптовит. Удивительный был результат. Я вот когда проанализировала, потом я уже неоднократно слышала такие отзывы и от многих своих знакомых, кто пользовался адаптогенами нашими, вот в частности адаптовитом, да, что такие реакции иногда бывают. Поэтому сразу говорю, если вы хотите, если вы находитесь в очень уставшем состоянии и хотите повысить свою работоспособность, то у вас ответственный какой-то момент предстоит, например, сдача экзаменов, годовых отчетов, поступление в ВУЗ у ребенка или еще что-то, начинайте принимать адаптовит загодя, не за один-два дня до решающего события, а где-нибудь за недельку, а лучше за две. Вот тогда вы получите тот эффект отжидаемый к моменту решающего события, который вы запланировали. Вот, вот что важно. Ну, это так, отступление от темы, моя личная история, да. Потом начались использования биологически активных добавок у моих пациентов, и я начала видеть очень интересный результат. Меня потрясли в свое время результаты по ЭПАМам. Вот, в ЭПАМы я тоже не верила, вообще в биоэнергетику не верила, а это энергоинформационный продукт. Пока в 99-м году я училась в Национальном институте здоровья, такую учебу для врачей в свое время организовала Корпорация Сибирское Здоровье, и там я познакомилась с биоэнерготерапевтом, ученицей Джуны, которая 7 лет практиковала за границей, и она провела со мной биоэнергетический сеанс. И вы знаете, после того, как я на своей шкуре, что называется, ощутила, что такое бесконтактная биоэнергетика, ну, я теперь во все верю. Теперь я верю во все. Все это есть, все это на самом деле есть. И наши ЭПАМы – это продукты, которые настраивают волну нашей клетки на норму, на норму. Вы же знаете, что каждая клетка, она излучает волну. Волна – это чистая физика, это разность потенциалов на мембране клетки. Любая живая клетка имеет разность потенциалов. Снаружи и внутри у нее разный заряд. И, соответственно, за счет разности потенциалов у клетки формируется волна. Электромагнитное излучение. На этом основываются и электрокардиограммы, и энцефалограммы, которые делают на мозг, и так далее. То есть это действительно есть, это существует. Любая клетка излучает волну. И в зависимости от того, здоровая клетка или больная, она может эту волну изменять. И чем больнее клетка, тем более видоизмененная у нее волна. Так вот ЭПАМы, они что делают? Они настраивают волну нашей клетки на норму. Вот что делают ЭПАМы. Они их восстанавливают, наши клеточки. И суть ЭПАМа в том, например, что, сейчас объясню, в том, что ЭПАМ это энергоинформационная субстанция, и вся информация, она зашифрована в прополисе. Прополис это уникальная природная субструктура, которая, по сути дела, хранит в себе информацию о развитии жизни на Земле. Но только она там зашифрована. Она запакована, закодирована, я бы так сказала. И чтобы эту информацию раскодировать и перевести на язык клетки, туда добавлены экстракты трав в дозах в 50 и более раз ниже терапевтических. То есть почти что гомеопатические разведения трав. Так вот эти травки, они переводят вот эту зашифрованную информацию, запакованную, на язык клетки. Для того, чтобы клетка её могла понять, воспринять. И вот таким образом работает принцип действия ИПАМа. Но это я так коротенько вам рассказываю, потому что мне пришлось в своё время засунуть голову в биоэнергетику, поизучать эти вопросы и трансформировать информацию для обычного слушателя так, чтобы вы могли это понять. Понимаете? И когда я начала на ИПАМах получать результаты, когда у меня вдруг женщины с бесплодием начали беременеть на ИПАМе 24, я думаю, да, работает. Когда у женщины с хроническими ячменями на глазах на ИПАМе 900, которые она пила внутрь и плюс ещё смазывала свои ячмени ИПАМом местно, начали уходить все ячмени и больше не было рецидивов, я вдруг задумалась, действительно работающий продукт, работающий. Вот. И тогда моё отношение к биологически активным добавкам начало меняться радикально. Позитив в плюс. И вот теперь наша задача с вами всё-таки несколько выдать, ну, моя задача выдать вам некую теорию по биологически активным добавкам и почему они нам всё-таки нужны. Так вот, что я прежде всего хотела бы, наверное, сказать. Мы есть то, что мы едим. Вот мы состоим из того, что мы едим, согласны? А еда наша из чего состоит? Из макронутриентов, из микронутриентов. Макронутриенты – это углеводы, жиры и белки. Микронутриенты – это витамины, их около 30 видов, полиненасыщенные жирные кислоты и витаминопедоподобные вещества, которых насчитывается более 2000 видов. Это и биофлавоноиды, и индолы, и танины, и органические кислоты, и полипринолы, и так далее, и так далее. Их много всяких разных природных соединений. И теория сбалансированного питания, она звучит следующим образом. Белки, жиры и углеводы плюс пищевые волокна, очень важный компонент нашего питания, который раньше как-то недооценивали, и плюс так называемые вот эти самые микронутриенты, которые в большинстве своем входят в состав биологически активных добавок, как и пищевые волокна, собственно говоря, тоже. Вот. И влияние характера питания на дефицит микронутриентов очень значимо. Я просто приведу несколько таких важных примеров. Например, если наше питание преимущественно углеводное, а у очень многих людей оно именно такое. Мы много едим жиров и углеводов, и мало белка. Так вот, при высокоуглеводном питании, например, повышается потребность в витаминах В1, В6, витамины С, и снижается потребность в цинке, хроме, кальций и магний. Представляете, да? Вот. И, вернее, тоже повышается потребность в хроме, в кальций и магний. Например, дальше. Недостаток белка в пище. Если белка не хватает, снижается усвоение витаминов, таких как В2, С, ПП, нарушается превращение каротина в витамин А, снижается потребность в ряде микроэлементов. То есть, вот это то, что касается характера нашего питания. Дисбаланс витаминов и микроэлементов сегодня налицо. И в этом виноваты, конечно же, современные технологии переработки пищевых продуктов. Ну, к примеру, я могу привести. Апельсиновый сок в тетропаках содержит на 30% меньше витамина С, причем 70% его биологически неактивных. Консервированные овощи теряют 40-60% витаминов. Термохимическая обработка вызывает разрушение магния, витамина С, витаминов некоторых витаминов группы В, витамина Е. Добавление консервантов в пищевые продукты удаляет из них цинк, кальций, калий и многие витамины. И мы налицо имеем прогрессирующее снижение витаминов и микроэлементов в мясе, овощах и фруктах. Ну, вот, например, данные по витамину С и по содержанию их в ряде продуктов. Например, в яблоках. В 1975 году в яблоках было 35 граммов миллиграмма витамина С, сейчас 6. В болгарском перце 250 было, сейчас 15. В картофеле 80, сейчас 10. В помидорах было 45, сейчас 10. Ну и так далее, да? То есть понятно, что идет прогрессирующее снижение активных компонентов в нашей пище. И это связано не только с современными технологиями переработки пищевых продуктов, но и с рафинированием, а также с гиподинамией, с вредными привычками. И вот сейчас я про это немножечко расскажу. Что касается гиподинамии. При дефиците двигательной активности кальций вымывается из кости. И риск развития остеопороза повышается на 70%. Почему? Потому что наш организм умный. Если ты не двигаешься, зачем твоим костям кальций? Зачем твоим костям прочность, если ты не двигаешься? И тогда организм забирает кальций на другие нужды, более важные для организма, более значимые. Что касается вредных привычек. Курение. Одна выпуренная сигарета съедает 30 мг витамина С. Если что, на минуточку, потребность суточной витамины С составляет от 70 до 100 мг в сутки. То есть, если вы выкурили одну сигарету, вы лишили себя третьей суточной нормы витамина С. Но у нас народ же по одной сигарете не курит в день. Если у нас курят, так уж курят. По пачке, а то и по две. Представляете, в какой тотальный дефицит по витамину С такие люди себя загоняют. А что такое витамин С? Витамин С – это, конечно же, синтез коллагена. Это эластичность наших сосудов. Это профилактика атеросклероза. Это иммунитет. Многое другое. Так вот получается, что и преждевременное старение, и атеросклероз сосудов, связанный в частности с курением. Понятное дело. Алкоголизм приводит к большому расходу цинка, повышая потребность в марганце, литии и магнии. Наркотики вызывают вообще тотальный дефицит по витаминам и микроэлементам. Ну, то есть вредные привычки, понятно, да? Что касается лекарственной агрессии, лекарства. Некоторые антибиотики – цифрофлоксацин, тетрациклин – конкурируют в организме с кальцием, магнием, железом и цинком. Противотуберкулезные препараты повышают потребность витамина группы В. Недаром любая противотуберкулезная терапия предполагает в обязательном порядке витаминотерапию. То есть добавление витаминов группы В к лечению – это обязательно. А яд антигиперлипидемических средств, которые снижают холестерин, нарушает всасывание жирорастворимых витаминов. Ну, то есть вот вам несколько только таких моментов. В дисбалансе витаминов и микроэлементов имеют значение и социально-экономические факторы. Острый хронический стресс, например. Один час нервного перенапряжения съедает в нашем организме 10-суточную норму витамина С – 1000 мг. За один час нервной нагрузки, высоко-нервной, высоко-дозной нервной нагрузки мы теряем 1000 мг витамина С. Представляете, да? Какой расход у нас большой. Ну, плюс низкий материальный уровень некоторых слоев населения, которые вынуждены несбалансированно питаться. Это тоже сказывается. Национальные особенности питания. Ну, плюс климатогеографические факторы. Например, такие, как дефицит в почвах и воде некоторых регионов важных минералов – цинка, селена, йода и так далее. Вот. То есть все это сказывается на нашем с вами здоровье. И к чему, соответственно, приводит дефицит? Ну, к развитию определенных хронических заболеваний. Ну, банально, дефицит железа и витамина С приводит к синдрому хронической усталости. Дефицит хрома – к тяге к сладкому. Кстати, хочу сказать, что у нас очень много железодефицитных женщин в России, а в странах Азии еще больше, если говорить о Кыргызстане, Казахстане и так далее. А я вам хочу, например, еще такую вещь сказать, что скрытый даже дефицит железа снижает детоксикационные возможности организма. То есть мы детоксикацию нормально провести не можем, если наш организм не может, если у нас есть дефицит железа. Поэтому в первую очередь надо эти дефициты закрывать. Дефицит хрома приводит к тяге к сладкому, как я уже сказала. Дефицит витаминов, карнитинок, низкой работоспособности. Дефицит магниевитаминов группы В. Ну, прежде всего, к раздражительности. Селена и антоцианов к компьютерному синдрому. Клетчатка цинк к прыщам на лице, грубо говоря. А клетчатка хромселен йоты еще и к лишнему весу может привести. То есть дефициты вот эти, они ведут как следствие к различным нарушениям в нашем обмене веществ. Это понятно. Но единственное, что только хочу сказать, что если, допустим, без воздуха человек не может прожить несколько секунд, без воды человек живет 2-3 дня, а без еды человек может прожить и 30 дней. Вот точно так же и без биологически активных добавок. Мы не замечаем вот этих дефицитов. Они у нас копятся годами, а потом трансформируются в какие-то болезни. И для того, чтобы вот эти болезни не сформировались, нам и нужно регулярное потребление биологически активных добавок к пище. Сегодня, чтобы получить суточную норму витаминов и микроэлементов, к примеру, я скажу, чтобы получить витамин С, нужно съедать от 1 до 2,5 килограммов яблок или 5-6 лимонов. Чтобы получить нужную дозу витамина В1, нужно в день съедать 1,5 килограмма мяса. А в В12 – 1,5-2 литра молока выпивать. Или выпивать, съедать 10 штук яиц за сутки. Чтобы покрыть потребность в фолиевой кислоте, нужно 500 граммов салата съесть. Чтобы получить нужную дозу кальция, нужно съесть 1 килограмм творога. А йода – 1,5-2 килограмма рыбе съесть. Ну, то есть понимаете, что для того, чтобы сегодня покрывать дефициты, которые у нас формируются в силу техногенных особенностей и образа жизни, нам нужно сегодня, ну, я не знаю, быть слониками, есть тазиками или ведрами. Ну, и тогда на лицо будет переедание и другая сторона медали – ожирение. Так какой же выход? А выход как раз в использовании биологически активных добавок к пище. Вот. И сегодня… Сейчас, секундочку, я отсмотреть хотела. Сегодня какие последствия нарушения структуры питания? Избыточная масса тела у более чем 50% россиян наблюдается. Высокая распространенность железодефицитной аномии у 40% беременных, у 35% детей, у 20% молодых женщин. Это по России данные. Очень много нарушений щитовидной железы. Рост патологии костной системы, болезни зубов. У нас сегодня маленькие детки уже зубки теряют. Карис просто пожирает. Вот. Рост патологии, ускорение инвалидивных процессов. То есть это рост таких состояний, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет и их тотальное осложнение. Растет количество различных форм иммунодефицита от 50 до 82% обследуемых имеют различные иммунодефицитные состояния. И количество людей, страдающих аллергическими заболеваниями. Вот что мы имеем в итоге. И вот есть, как говорится, три способа сократить дефицит питательных веществ. Это увеличить количество потребляемой пищи. То, что я уже говорила, есть тазиками и ведрами. Обогащение продуктов витаминами, микроэлементами. Ну, есть ряд пищевых продуктов, которые централизованно обогащаются определенными группами витаминов. Или там, например, ядированная столь. Или там, например, йодом где-то что-то еще там обогащают. Но это не в масштабах всех витаминов и микроэлементов. Понимаете? Поэтому регулярное профилактическое употребление биологически активных добавок сейчас выходит у нас на первый план, как говорится. Вот. И что такое биологически активные добавки? Давайте обратимся к определению. Это концентраты, концентраты натуральных, биологически активных веществ растительного и животного происхождения, обладающие физиологическим и регуляторным действием, выделенные из пищевых продуктов с помощью высоких технологий, в удобной для употребления и хранения форме. И вот я это определение, я его прям разбила на несколько частей. И по каждому, по каждой части я даю разъяснение, подтверждение, что такое концентраты натуральных, биологически активных веществ растительного и животного происхождения. Ну, к примеру, возьмем наши биологически активные добавки. Такие, например, как природный инулиновый концентрат, ПИК. Концентрат топинамбуру. В нем содержится именно инулин. И инулина там более 60%. Так вот, сколько инулина может содержаться в обычных пищевых продуктах? В 8 килограммах клубни топинамбура может содержаться столько инулина, сколько у нас в одной кофейной ложке ПИКа. Свежевыкопанных клубней топинамбура. Две капсулы истоков чистоты формулы 2. Я имею в виду ренессанс трипл сет. Где есть так называемый эндолтрикарбинол. 50 миллиграмм, вот там, да? И это примерно 7 кочанов белокочанная капуста. Вы столько за день съедите. Одна капсула органического Германия содержит тресвератрол. Тресвератрол – это компонент из кожуры винного винограда, который обладает выраженными антиоксидантными свойствами и способность стимулировать гормоны молодости в организме. Так вот, то, что у нас содержится в одной капсуле органического Германия, можно получить из 10 литров красного вина. Вы же не будете каждый день по 10 литров красного вина пить, чтобы получить ту дозу ресвератрола, которая у нас в органическом Германии содержится. Или, например, одна капсула хронолонга содержит столько генистеина, сколько может содержаться в 10 килограммах соевой муки. Одна капсула сибирского льна – это примерно 170 граммов свежей семги. Ну, если учитывать еще и стоимость самой семги, то, по-моему, выгоднее все-таки употреблять сибирский ледный омега-3, вот, по моим ощущениям. Вот, к тому же это высокоочищенные омега-кислоты, которые не содержат примесей, которые плавают в океане вместе с рыбой. Эльбифид, наш замечательный пробиотик, содержит столько бифидобактерий, сколько может содержаться в 10 литрах бифидокефира и столько лактобактерий, сколько может содержаться в 50 баночках иммунококтейля, иммунеля, например, да? Вот, то есть это все биологически активные добавки, которые содержатся в концентрированном виде, в удобном для хранения виде, еще плюс ко всему, для употребления и хранения формы. Вот я просто к примеру приведу. Тот же самый инулин. За месяц хранения клубни топинамбура инулин практически полностью улетучивается, он распадается, его там уже нет. Есть еще какое-то количество пектинов, небольшое количество микроэлементов при хранении, да? А если вы храните клубни топинамбура больше 2-3-4 месяцев где-нибудь в погребе, то через какое-то, как весне, там вообще ничего полезного не остается. Если же вы используете природный инулиновый концентрат, срубодности у него, по-моему, 1 год, если я не ошибаюсь, надо посмотреть на этикеточки, да? Это значит, в течение года ПИК сохраняет заявленные концентрации полезных веществ в неизмененном виде. Вот что значит в удобном для употребления и хранения форме. Плюс выделены из пищевых продуктов с помощью определенных высоких технологий. Вот. Если, например, мы возьмем омегу-3 в составе нейровизжена, там омега-3, инкромега, она проходит тройную дистилляцию, тройной вид очистки, да, и высоченная концентрация активов там содержится. У нас вообще ни одна омега, содержащая батни, содержит меньше 70% омеги в составе одной капсулы. В то время как обычный рыбий жир содержит примерно 10-15% омеги. А если это, допустим, какие-то очищенные капсулы рыбьего жира, которые продаются в аптеке, там в основном 20-30% омеги, да, то есть есть и соответствующая цена будет, ну, небольшая, невысокая. Так вот, все, что недорого стоит в аптеке, оно не может быть просто априори качественным, потому что все, что качественное, все, что концентрировано, это всегда высокие технологии, а они всегда дорогостоящие. Ну, что еще хочу сказать. Таким образом, биологически активные добавки – это, по сути, фактор, обеспечивающий нам ежедневное полноценное питание. Поэтому биологически активные добавки мы должны с вами употреблять ежедневно, восполняя, ну, те недостающие компоненты пищи, которые мы недополучаем каждый день. И биологическая ценность БАД к пище заключается в основном в трех основных функциях, в трех механизмах. Это очищение организма от токсинов, второе – защита клеток от разного рода стрессов, да, и полноценное питание наших клеток. И, по сути дела, те эффекты иногда чудодейственные, которые мы получаем от применения биологически активных добавок, это не БАДы лечат, нет, не БАДы сами излечивают организм, а очищенный, защищенный и напитанный биологически активными веществами организм включает сам механизмы саморегуляции там, где это возможно, где еще не все совсем швах, как говорится, да, вот. И организм таким образом исцеляет себя сам. Вот она суть механизма действия биологически активных добавок. Теперь посмотрим на статистику. Сегодня оборот аптечных БАД, внимание, составляет почти 7 миллиардов рублей ежемесячно. 7 миллиардов рублей ежемесячно. Еще 3 года назад я говорила о 2,5 миллиардах, сейчас мы говорим о 7 миллиардах. Почему? Потому что ежегодно по статистике оборот биологически активных добавок увеличивается в России в среднем на 10%. Мы с вами, представьте, в какой рынок зашли. Какой перспективный рынок. И тут очень важно именно понимать о моментах выбора, куда пойдет наш потенциальный клиент. В аптеку за биологически активными добавками или все-таки к нам? И вот здесь нужно понимать и уметь определять критерии эффективности биологически активных добавок. И если говорить о критериях биологически активных добавок, то их три. Первое – это эффективная дозировка. Второе – это синергизм компонентов. Биологически активная добавка, она всегда априори должна быть много компонентов за счет чего мы получаем взаимное усиление эффектов ожидаемых. И с другой стороны – нивелирование негативных эффектов, которые могли бы возникнуть от воздействия одной какой-то, допустим, одного какого-то биологически активного компонента. Ну и еще очень важный аспект – это длительность приема. По эффективности дозы есть очень яркий пример. Я думаю, вы его все многие знаете и слышали. Я сейчас не могу его вам продемонстрировать, но рассказать могу. Это когда мы сравниваем, например, состав в чернике-форте аптечной, да, и нашего синхровитала-7. И это можно провести прямо опыт и визуально человеку показать, в чем разница. Черника-форте стоит в аптеке, ну, каких-то там 150 рублей за 50 таблеток. Ну, вы разведите эту таблеточку в водичке, посмотрите, какой будет раствор. Раствор будет слабо-слабо-слабо-слабо-сиреневый, антоцианами там и не пахнет. И зато там очень активно пахнет синтетической аскорбинкой, вот такой вот ревитом, ревитом вот таким, знаете, аптечным. Вот. И разведите одну капсулу синхровитала-7. Вы увидите, насколько будет черный насыщенный раствор, который обеспечивается, этот цвет обеспечивается именно концентрацией тех самых антоцианов, которые заявляются как продукт для коррекции и поддержания нормальной работы органа зрения, да, как мощный антиоксидант, который улучшает микроциркуляцию в сетчатке глаза, обладает выраженным противовоспалительным действием. Антиоксидантным действием, антиагрегационным действием и многими другими полезными эффектами, в частности для органа зрения, да. Но давайте сравнивать. В одной таблетке черники форта содержится 0,5 миллиграммов антоцианов. 0,5. В одной капсуле синхровитала-7 37,5 миллиграммов антоцианов. А если вы возьмёте нейровижен, то там вообще 54 миллиграмма антоцианов содержится в одной капсуле. В нейровижен. И вот представьте, для того, чтобы нам закрыть ту дозу антоцианов, которая есть в одной капсуле синхровитала-7, нам нужно взять 75 таблеток черники форта. Вот на одной чаше весов 75 таблеток черники форта, на одной чаше весов одна капсула синхровитала-7. И, соответственно, для того, чтобы нам на сутки, на месяц получить вот ту дозу, которая есть в синхровитале-7, нам нужно купить 45 упаковок черники форта. 45 помножьте на 150. Сколько получится? Я вот забыла посчитать, извините. Ну, посчитайте сами потом, да. Вот, сколько это получится. Это будет где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, 13 с чем-то тысяч на месяц. Так, а что получается выгоднее? Использовать наш синхровитал-7, который стоит там 2200, кажется, да, на месячный курс? Или 13 с половиной тысяч на месячный курс черники форта? Ну, само собой разумеется. Вот в этом мы говорим об эффективности. Это на примере только одного компонента. Что касается синергизма компонентов, я уже сказала, что касается длительности приема. Биологически активные добавки никогда не работают быстро по щелчку. Это не лекарство. Оно должно сформировать определенный накопительный эффект. И поэтому первые эффекты мы можем наблюдать. Ну, это вот что в первую очередь касается работы желудочно-кишечного тракта. Там, допустим, при запорах мы можем увидеть эффекты чуть ли не сразу, там, чуть ли не через 2-3 дня, да, применения, например, наших очищающих комплексов. Но если мы хотим получить, например, эффекты по состоянию суставов, улучшению состояния суставов или сердечно-сосудистой системы, нужно не менее 3-4 месяцев. Накопительный эффект вот разворачивается в течение этого времени. И дальше поддерживать этот эффект. Хотя у него, конечно, есть какой-то шлейфовый эффект после действия, да, который какое-то время сохраняется, да, но тем не менее лучше его поддерживать и дальше. Вот длительность приема. У меня по этому поводу всегда есть некоторые такие ассоциации юморные. Ну, к примеру, вы же, наверное, не будете говорить, ешь по одной морковке 3 раза в день, да, или, например, есть такое, ну, как бы сказать, есть такое мнение, что БАДы нужно принимать какими-то курсами. Я согласна, что, например, можно использовать определенный курс для поддержки определенной системы, там, 3-6 месяцев, да, а потом переходить на какую-то другую поддержку другой системы, вот. Но что касается длительности приема, это всегда прием каких-то биологически активных добавок. Это всегда какая-то, ну, движуха в плане приема биологически активных добавок. И здесь есть определенные, скажем так, как бы это сказать, схемы. Вот в каком плане? Я всегда говорю, у нас есть программа «Чистота, энергия, гармония». Вы все про нее, наверное, слышали, знаете. То есть очищение организма, энергия – это биоэнергетическая адаптогенная коррекция, к ним относятся андокториты, эпамы, иммунобустер, корень энерджи. И, наконец, подпитка, то есть продукты серии «Гармония». И это обширная линейка витаминно-минеральных комплексов, синхровиталов, фито-чаев, липидных наших комплексов и так далее, и так далее. Так вот, если говорить о применении программы «Чистота, энергия, гармония», то всегда в основе любой оздоровительной программы всегда будет стоять сначала очищение. И это очищение может длиться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, от одного до трех месяцев. А кто-то, может быть, даже очищающий продукт употребляет круглогодично. Если находится в очень загрязненных регионах, например, или имеет много хроники, может быть, есть смысл и круглогодично принимать очищающий комплекс. Но, во всяком случае, фитосорбенты есть смысл вообще как в качестве диетфона употреблять на постоянной основе. Вот, меняя их, просто чередуя между собой каким-то образом, фитосорбентов у нас несколько видов. Вот, а с другой стороны, ну, вот железная классическая ситуация, когда вы один-два месяца очищаетесь, остальное время, там, 3-4 месяца подпитываетесь, потом снова месяц-два очищаетесь, потом 3-4 месяца подпитываетесь. А вот продукты адаптогенной коррекции и энергетической коррекции, то есть продукты серии «Энергия», вы можете заводить как с очищением, так и с подпиткой, то есть так и с продуктами серии «Гармония», и там, и там. И вот это все, оно запускается просто по кругу, одно за другим, одно за другим. Очищение подпитка, очищение подпитка на регулярной основе. Вот это и то, что называется длительностью приема биологически активных добавок. И вот когда мы с вами вот в таком режиме употребляем биологически активные добавки, причем я говорю не о лечебных эффектах ВАДов, а о профилактических, да, мы получаем совершенно другой уровень здоровья и совершенно другой уровень работоспособности. На сегодняшний момент каково место биологически активных добавок? Ну, есть такое понятие, как здоровье, предболезнь и уже болезнь, да. Так вот, биологически активные добавки как монокомпонент, то есть может применяться у здоровых людей и у людей на стадии предболезни, то есть это переходное состояние от болезни, от здоровья к болезни, да. У людей же, находящихся на стадии хронических заболеваний, биологически активные добавки принимаются вместе с лекарственными препаратами. Не БАД вместо лекарств, а БАД вместе с лекарствами. И благодаря применению биологически активных добавок вот именно на стадии хроники, нам иногда удается со временем уходить от ряда лекарственных препаратов. Были ситуации, когда люди вообще уходили от лекарств. Снижать их дозу, а значит снижать токсическую нагрузку на организм. Уменьшать количество побочных эффектов от лекарственных препаратов. Вот что мы можем получить от применения биологически активных добавок. Вообще нужно понимать, чем отличаются биологически активные добавки от лекарств. Давайте я вам сейчас проведу несколько сравнительных характеристик лечебно-профилактического действия БАД и фармакологических препаратов. Если говорить о показаниях к применению, БАД могут применяться как здоровыми, так и больными людьми. Как для профилактики, так и для вспомогательного лечения различных заболеваний и состояний. Что касается фармакологических же препаратов, они могут применяться только в условиях сформировавшегося заболевания и, конечно же, только под наблюдением врача. Специфичность действия. Большинство биологически активных добавок обладают очень широким спектром действий и одновременно воздействуют на несколько самых разных состояний или заболеваний. То есть, я говорю, одно лечат, другое подлечивают. Хотя мы не можем говорить относительно БАД, что они лечат. Но, как я говорила, запитанный, защищенный и очищенный организм исцеляет себя сам. Фармакологические же препараты обладают очень узкой специфичностью. Для лечения нескольких разных заболеваний иногда приходится прибегать одновременно к сразу нескольким фармпрепаратам, что повышает токсическую нагрузку на организм и повышает степень побочных эффектов. Что касается токсичности и побочных реакций, подавляющее число биологически активных добавок являются совершенно естественными для организма веществами, которые исконно присутствовали в пище человека. И поэтому токсические реакции и побочные эффекты для них не характерны. Что же касается фармпрепаратов, практически все фармпрепараты являются искусственно синтезированными и чужеродными веществами для организма человека. Почти все. Есть некоторые, которые на натуральной основе делаются сейчас. Применение большинства из них сопровождается различными токсическими эффектами. Взаимодействие с другими препаратами. Комбинация нескольких БАД в большинстве случаев характеризуется усилением лечебно-профилактического действия, так как в пище человека одновременно присутствовали десятки и сотни биологически активных веществ. А комбинация с другими фармацевтическими препаратами, являющимися чужеродными для нашего организма, часто приводит к усилению токсичности. Ну и скорость достижения эффекта, как я говорила. Эффект медленный, но очень продолжительный у биологически активных добавок. И эффект быстрый, но кратковременный, часто ценой токсических и побочных реакций у фармацевтических препаратов. Вот она разница. Когда БАД может стать лекарством? Тогда, когда мы многократно увеличиваем дозу биологически активной добавки. То есть не в тех дозах, когда мы ее используем, которая написана на этикетке, регламентирована на этикетке. Там регламентация идет именно для биологически активной добавки с профилактической целью. А когда мы используем двойные, тройные дозы биологически активных веществ, вот тогда такая биодобавка может перейти в разряд лекарственного воздействия. И тогда мы можем в том числе рассчитывать и на некоторые, и, скажем так, побочные эффекты биологически активных веществ, потому что доза, все есть яд и все есть лекарство, вся суть в дозе. Вся суть в дозе. И вот поэтому использование биологически активных добавок в увеличенных дозировках – это все-таки прерогатива уже врачей, а не нас с вами, обычных консультантов, которые не имеют медицинского образования. Потому что здесь мы можем уже получать от применения активных активов, увеличенных в несколько раз, уже какие-то лечебные эффекты, но вместе с ними могут возникать и побочки. И здесь уже мы говорим о применении их именно с медицинской целью, с лечебной целью именно врачами. А в основном же биологически активные добавки в тех дозах, которые регламентированы на этикет как БАК, это как раз профилактические дозировки. И они абсолютно безопасны для нашего с вами здоровья. Но при этом, еще раз повторяю, очищенный, запитанный, защищенный организм включает механизмы саморегуляции и способен исцелять себя сам. Вот она роль биологически активных добавок. И когда мы используем программу «Чистота, энергия, гармония» на регулярной основе, мне очень нравится вот этот график, картиночка, такая ассоциация, мы в течение жизни накапливаем огромную-огромную навозную кучу грязи и выкапываем в себе гигантскую яму дефицита по витаминам, микроэлементам, витаминоподобным веществам. А когда мы регулярно используем программу «Чистота, энергия, гармония», то, очищая свой организм на регулярной основе, мы постепенно разравниваем вот эту навозную кучу грязи в нашем организме. И применяя витамины, минеральные комплексы, продукты серии «Гармония», мы постепенно закапываем яму дефицита. И тогда наша дорожка, по которой мы идем, это не кочка и ямка становятся, в которой мы постоянно спотыкаемся, по которой мы постоянно спотыкаемся, а это уже ровная дорожка, по которой бежать становится приятно и радостно. Вот она роль биологически активных добавок в нашем организме. Вот то, что я вам сегодня, дорогие друзья, хотела рассказать, мои хорошие. Сегодня у меня такой длинный получился спич, аж на 50 почти минут. Но, тем не менее, я надеюсь, что я смогла донести для вас важность приема биологически активных добавок. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok